Несанкционированная свалка появилась месяц назад. Кто возит мусор и кому принадлежит земля, пока неизвестно. Участок находится между улицей Красной деревни Клешева и территорией очистных сооружений. Однако точного ответа, кто владелец, жителям не дали ни в администрации поселения, ни в полиции. Все от себя, вот друг на дружку все ссылаются. Сегодня утром батюшки КАМАЗ, здоровая машина, даже не КАМАЗ, не знаю, в общем, очень огромная. Свалила, не добежала посмотреть номер, списать. Потом издалека и не увидишь его. Я добежала до ворота, а он уже около ботаники. Во сколько это было? Ну, это вот где-то было часов девять. Растет свалка быстро. Отходы привозят регулярно. Складируют аккуратно. Ветки сваливают отдельно от строительного мусора. Видно, что территорию планируют использовать активно, с расчетом. И мусоровозы появятся еще не раз. На сегодняшний момент выявлена инстанционированная свалка. В районе около 400 кубов. Мусор строительный, большей частью состоящий из мешков, пакетов. Также отходов от, я так понимаю, деревянных построек. Земля, на которой образовалась свалка в районе деревни Клешева, находится в собственности зауплем завода Раменского, которого сейчас новые собственники. Это земля сельскохозяйственного значения. Вы как-то с ними сотрудничали, они связывались по поводу отец? Я знаю то, что они в курсе этого и выезжали туда на место. Административный назор тоже в курсе. Я думаю, они работают уже вместе по этому вопросу. В племзаводе Раменское сведения главы нам не подтвердили. Официальный комментарий представители компании давать отказались. Съемочную группу для съемок не пустили. В личном общении с корреспондентом заявили, что земля не их. Мне нужно узнать, если это ваша земля, когда эту свалку устранят, и знаете ли вы что-то о ней? Я знаю, вся наша земля находится вот здесь. В этом районе. В Крешевах у нас только ижественные участки есть, которые... Я покажу. А вы что, согласовывались? С кем он согласовывался? Ну, я знаю, с кем согласовывался. А вы кто? А я сотрудник безопасности предприятия. Так это не ваша земля? Не наша земля. Поиски хозяина участка продолжаются. В Росреестр отправили официальный запрос. В течение пяти дней будет ответ. Затем владельцу земли поступит уведомление о прибытии в территориальный отдел номер 16 Госадминтехнадзора по Московской области. Нарушителю грозит административная ответственность за незаконную свалку. Если подтвердится, что земля обладает статусом сельхозназначения, то накажут из-за использования территории не по назначению. Будем выдавать предписание об распространении данного нарушения. Сумма штрафа на юридические лица составляет от 50 до 150 тысяч рублей. На должностных от 20 до 50, на физических до 5. Вопросе свалки есть как минимум две виноватые стороны. Одни возят мусор, вторые не следят за своей землей. Если поймать машину и выяснить заказчика мусорных перевозок трудно, то владельцу земли от ответственности уйти не получится. В дополнение к штрафам, ему также придется утилизировать все накопившиеся отходы. Воды, все болота здесь, вся вода куда идет? И дома рядом. Ну вы сами подумали, а кто это? Чего валит-то здесь? Уже радиацию какую. Мало того, сочетных запаха. И тут еще. Эти мешки, количество. Поэтому попробуем через эту организацию пробить. Данные все есть, вроде бы здесь забиты, поставщика. Ну какой-то Минаев гражданин, физическое лицо. Еще видим, какой-то мешок. У нас есть мешки. Да, и вот они как раз. Андрей Мелентьев, Сергей Григорьев. Для программы «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.